Добрый день, газета общественный прибой. Представьтесь, пожалуйста. Стермах, Иван Анатольевич, заступник начальника Портурульной полиции в городе Одесса. Прокомментируйте ситуацию, которая случилась вчера с потерпевшим на Мало-Арнольдской углу Пушкинской. 8 червня, примерно первые пятницы дня, Портурульные получили задание, получили ориентование про то, что велосипед выкрали ни кольору, ни марки велосипеда, модели не было. В дальнейшем эти подроби уже были переданы через радиозрозор, но они увидели громадянина, который проснулся с велосипедом и решили проверить в него документы, запросить, что он действительно был. Пришли до него, представили, все это зафиксировано на видеокамере, и 2 блины, которые были. Вказанный громадянин сразу начал ображать патруль нецензурно лайком и ослабливаться. После чего ударился по пакетам, который он достал из мусорного бака патрульного. В результате чего была поражена видеокамера, которая находится на области патрульного, на области патрульного. Поэтому в дальнейшем до указанного громадянина были застосованы заходы физического вплива. Я наголошу, что его никто не бил. То есть удары ему не наносили. Его просто, используя приемы военнослужащего боя, надели на него наручники. После этого громадянин начал условить, что у него начинка стал сердцем напад. Сразу патрульники сняли кайданки, сразу патрульники вызвали медицинскую помощь, которая в дальнейшем приехала на место. От госпитализации он отказался. Сердцевого нападу, как заявилось, не было. В дальнейшем на место приехали представники громадянина и начали блокировать транспорт патрульных, мотивируясь за тем, что они начали начать какой-то злочин и они будут следовать за тем, чтобы патрульники не покинули место злочину. При этом эти молодыки возглавлялись нецензурно, лаялись, курили и фактически тоже совершили правопорушение как минимум административного характера. Скажите, привлекался ли ранее потерпевший по администрации или по уголовным делам? Известна ли информация? Ну, с приводу того, чи притягивалась эта особа ранее до какого-то административных порушений или до криминальной ответственности, я не могу сказать, потому что на сегодняшний день такой информации нет, мы еще и не выясняли, не связывали. Но хотел бы сказать, что с приводу вказанных действий мы будем вертаться до следового управления для того, чтобы следовое управление в дальнейшем проводить проверку. Перше, законности дий данного громадянина, чьи там склад злочину, чьи немае там складу злочину с приводу нанесения ударов пакетом патрульного и пошкоджения майна. Также, кроме всего всего, мы будем звертаться еще по другому вопросу, по блокированию транспортного засоба, где фактически было втручание, на мою думку, в деятельность працівников полиции. Скажите, касательно камер бодикам, они находятся у одного полицейского или у двоих патрульных? Ну, насправді, там, насколько я понимаю, там був не один экипаж, и камер, там, как минимум, было двоих камер, да. Питание, там, че ли они все працювали, там, мы это все з'ясовываемо еще и проводим переверку також в середині нашої службы, чтобы з'ясувати основы законностей, як и дий патрульных, так и, возможно, посягания на их здоровье, там, в таком плане. Могли бы Вы прокомментировать происшествие, которое произошло ночью с участием данного потерпевшего? Ну, в ночи, насколько мне известно, патрульники отримали виклик, привезли за указанную адресу, и побачили на месте указанного гражданина, який уже нам добре знакомый, який був с болгаркою, тобто, с пилкой по металу, и намагался распилять двери, за его информацией, начебто там находятся особи, причетные до ЛНР, ДНР, там, он так объяснил, так, в дальнейшем, мы все понимаем, что доступ до житла, или владения особи действует только на законных подставах, поэтому патрульники фактически пропинили проникнение до вказанного майна, до вказанного житла, и тем самым попереду зачинения злочиня. Какие дальнейшие были действия патрульных, что там закончилось? Ну, они сфиксировали это все, скажем так, продали, соответственно, райвредел по территориальности, уже дали, там уже будет орган досудового следствия разбираться, можливо, там, чи є який склад криминального правопорушения, если нет, есть який склад административного правопорушения, будем сфиксироваться и однозначно складывать их в доведенные реалии. По какому адресу и в какое время это происходило? Патрульник получил выклик за адресой улицы Затишна, 3, про то, что там есть какие-то правопорушения гражданского порядка, выкликали соседи, начебто там кто-то шумил здесь и не давал им нормально, скажем так, отдыхать и спать. После этого они приблили на месте. Хотелось бы зауважить, что, знаете, нашим гражданам, поддеситам, украинцам, напевне, нужно изменяться, потому что, если они сами не будут изменяться, то абсолютно никакие реформи, абсолютно никто другой их не сменит, и никакие реформы им не допоможут. Поэтому только от каждого из нас зависит. Если мы будем поддерживать каких-то норм, правил, предназначенных законами Украины, то это будет правильно, и мы изменим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова